Первое, второе и компот, составляющие давно устаревшего обеда. Рацион современного школьника более сбалансирован. Например, у ребят из лагеря Радуга Мариинской гимназии на столах фрукты, овощи и салаты. Кстати, порцию у них гораздо больше тех, которые получают школьники в учебном году. Таким образом построено меню, чтобы действительно дети почувствовали разнообразие, что они на каникулах, что они в детском лагере. И ежедневная программа, и рацион питания, и работа учителей построена таким образом, чтобы дети почувствовали, что они отдыхают. Пока дети отдыхают, за качеством приготовленных блюд и соблюдением санитарных норм ежедневно следят взрослые. Вместе с родителями представители городской администрации и общественной палаты ежедневно контролируют работы лагеря в целом, в том числе организацию питания. После отравления детей в нескольких ульяновских школах в начале лета ситуация взята под личный контроль главы города. Хорошие первые у них супчик с фрикадельками. Дети довольны. Хорошие приготовили второе. Дети говорят, что салат им всегда дают, дают фрукты, кисломолочные продукты дают, соки дают. В целом, как говорят в управлении образования, летняя оздоровительная кампания проходит планово. А на базе образовательных учреждений работает 76 пришкольных лагерей. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.